Добрый день, дорогие братья и сестры! Поздравляем вас с праздником введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И вот в связи с праздничными днями, в которые мы совершаем воспоминания этого столь значимого для нас события, такого предзнаменования, начала тех спасительных действий промысла Божия, которые привели к явлению в этот мир Господа нашего Иисуса Христа, мы как раз-таки с вами побеседуем об одном таком очень важном месте в Святом Граде Иерусалиме, в земле обетованной, месте, на котором сейчас на самом деле сошлись вообще все судьбы нашего мира, месте, от которого вообще вся наша с вами будущность и зависела, и будет зависеть. И вот сейчас, конечно, приближаются, может быть, на некоторой степени исполнение всевозможных древних пророчеств по этому поводу и на этот счет. И поэтому, конечно, нам с вами, может быть, совсем не лишний будет очередной раз вспомнить, что означает храмовая гора, что означает ветхозаветный храм, его святыня, ну, для самых разных религиозных и политических сил в этом мире, ну, и в особенности, конечно, что это означает для нас с вами, православных христиан. Для нас это, с одной стороны, древняя святыня ветхозаветной церкви, церкви, с которой мы полностью ощущаем свое тождество, свою связь. Для нас, воистину, эта священная история является историей и нашей, поскольку вне зависимости от каких-то уже национальных разделений, от попыток каким-то образом по национальному признаку эту священную историю присвоить и обособить, сделать, так сказать, принадлежащие только одному этническому или религиозному образованию, безусловно, священная история Ветхого Завета имеет отношение ко всем, каждому из нас, православных христиан, и все, без исключения святые отцы, они ощущали вот именно ту божественную связь, ту преемственность, которая осуществляется между Ветхим и Новым Заветом, поскольку и в том, и в другом священном писании, и в той, и в другой эпохе истории спасения человеческого действует один и тот же Святой Дух, один и тот же Господь, одна и та же спасительная божественная благодать. Другой вопрос, что, конечно, эта божественная благодать приспосабливается к особенностям восприятия человека того времени, в которое она действует, и поэтому, безусловно, очень, может быть, по-разному все это выглядит, имеет какие-то существенные, на наш взгляд, внешние такие отличия того, что было, например, возможно в Ветхом Завете, и то, что стало невозможно в Новом Завете, поскольку истина и путь человеческого спасения открывались людям постепенно, открывались людям в меру их способности воспринять эту божественную благодать и следовать по этому спасительному пути. И вот сейчас мы с вами стоим как бы в той точке, в которой сошлись и встретились пути спасения человеческого в Ветхом Завете и начало нового заветного домостроительства спасения, как об этом и воспевается в песнопениях праздника и ведения во храм Пресвятой Богородицы. В каком-то смысле можно сказать, что это праздник одновременно и Ветхозаветной, и Новой Заветной Церкви. Ветхозаветная Церковь в празднике ведения получила исполнение всего того, к чему так долго вел ее Создатель, Господь наш. Белл не всегда может быть такими путями простыми, легкими, понятными для тех людей, которые доверялись его водительству. Зачастую на этом пути какие-то будущие события предвосхищались особыми знаками, особыми знамениями, которые указывали на их полноту, их исполнение уже в Новозаветные времена. Ну, естественно, праздник ведения во храм Пресвятой Владычицы Богородицы, двум десятый праздник Православной Церкви, он, конечно же, относится уже и к истории Новозаветной Церкви, хотя события, которые легли в его основу, совершились и произошли еще до, собственно, пришествия в этот мир Господа нашего Иисуса Христа. Но зато в этом мире, как мы знаем, уже была Пресвятая Владычица Богородица, и она совершает свои первые значительные в буквальном и в переносном смысле в своей жизни шаги. Мы знаем, что во исполнение обета праведный Аким Иоанна приводит свою еще совсем юную, малолетнюю дочь во храм, и здесь ее принимает исполненный благодатью Святого Духа первосвященник Захария, вводит ее в Освятая Святых, что являлось, конечно, совершенно чем-то зря дровон выходящим, несмотря на то, что в Ветхозаветном храме, как мы знаем, было очень много всевозможных различных таких помещений, где в том числе и жили те люди, которые несли свое служение при храме. Всевозможные вдовицы воспитывались, в том числе и девицы в чистоте. То есть были определенные категории людей, жившие чистой, святой, праведной жизнью, не отходя от храма, как об этом говорится, например, о святой пророчице праведной Анне Черефануйлевой, которая также вот в дни своей жизни от своего вдовства, которое заняло большую часть ее земных дней, она практически не отходила от заветного храма, по всей вероятности, имея там для себя и какое-то такое обиталище, возможность каким-то образом проводить там дни своей жизни. И вот мы с вами, конечно, многие вещи, которые, может быть, и не содержатся в Священном Писании, узнаем из своего рода Пятого Евангелия, из библейской археологии, из раскопок самой Святой Земли. И поэтому многое о том, как выглядел Ветхозаветный храм, в котором была введена и в котором проводила свою жизнь до того момента, когда была выдана за Иосифа Обручника Пресвятая Владычица Дева Богородица. И благодаря вот этим открытиям, благодаря раскопкам, мы с вами можем судить о том, где и как могли происходить те или иные известные нам, описываемые в Священном Писании или сохраненные в Священном Предании события. Непосредственно те события, которые повествуют о введении во храм Пресвятой Владычица Богородицы, они нам известны из такого апокрифического, так называемого, сочинения прото-евангелия святого апостола Иакова, брата Божия, или Евангелия детства, как его еще называют. Вот в этом тексте, который не входит в канун книг Священного Писания, но тем не менее принимается как часть Священного Предания, поскольку отражает в себе какие-то вот такие сведения, сохранявшиеся Иерусалимской Церкви и другими христианскими общинами. Мы с вами из вот этой книги можем прочесть, узнать то, каким образом в действительности происходили вот все вот эти столь значимые для нас, для нашей церковной истории события, буквально с самого начала этой церковной истории. И сейчас, может быть, нет никакой такой прямой необходимости обращаться непосредственно к тексту этого апокрифического сочинения, апокрифического в том смысле, что само происхождение, его является, может быть, не вполне достоверным, может быть, не вполне совпадает по времени или по авторству с тем, что в нем заявлено. Но в этом нет ничего удивительного. Если сочинение апокрифическое, это вовсе не означает со всей однозначностью, что его ни в коем случае нельзя читать православным христианам. Да, очень многие апокрифы были написаны под влиянием так называемого гностицизма или других каких-то еретических уже омудрований. Такие книги, безусловно, относятся Святой Церковью к числу так называемых книг отреченных, то есть тех читать, которые Святая Церковь не благословляет своим членам, ну, разве что это не является необходимостью ознакомления с ними для изучения в целом церковной истории и каких-то вот в том числе ложных мнений, которые в ее продолжении возникали. И это уже такая работа церковных историков, сектоведов, догматистов, людей, которые изучают то, каким образом складывалось православное учение и какую борьбу вынуждено было оно перенести с своими идейными, идеологическими противниками. Но среди апокрифических вот этих вот книг или книг, не вошедших в Святой Канон, есть также и те, в которых не содержится чего-то такого в особенности предосудительного или, по крайней мере, содержатся такие сведения, которые Святая Церковь принимает, принимает как часть своего священного предания. Вот сейчас те повествования из книги апокрифической протоевангелия Иакова, которые повествуют о введении во храм Престой Богородицы, можно просто прочесть в тех церковных уже сочинениях, сочинениях, вошедших в жития святых, вошедших в собрания поучений или проповедей, произнесенных на этот праздник, в которых вот также эти сведения повторяются и содержатся. Итак, для нас с вами сейчас вот этот вот праздник, вот это событие введения во храм Престой Богородицы является поводом и для того, чтобы поговорить вообще о том, что этому празднику предшествовало и что явилось его продолжением. То есть имеет смысл, может быть, взглянуть на место, где совершилось это значительнейшее и священное событие в его исторической перспективе. И поэтому мы с вами, наверное, сейчас начнем такой вот цикл бесед, посвященных храмовой горе и ее месту в ветхозаветной истории, в истории новозаветной. И вплоть до наших дней поговорим о том, и как сейчас выглядит этот древний памятник, вобравший в себя множество всевозможных эпох, влияния и религиозных традиций, и какое он имеет значение, как мы говорили, для судеб всего мира. И начнем мы это наше повествование, конечно, издалека, поскольку и сама храмовая гора, и те события истории, священной истории Ветхого Завета, которые предуказывали на то, что произойдет уже спустя многие столетия, они каким-то таким удивительным промыслом Божиим оказались сведены воедино. Во-первых, само вот это место, как мы знаем, оказалось священным и для иудеев, и для мусульман, и на самом деле в не меньшей степени, конечно же, для христиан. В истории Ветхозаветной и также в истории Иудейской также содержится много отсылок к этому месту, которые говорят о его таком особенном священном характере еще до того, как был построен царем Соломоном и на этом месте первый храм в честь единого истинного Бога. Ну, вообще говоря, иудейская традиция, таламудическая, считает, что это место является краеугольным камнем всего мироздания. Ну, очень часто, на самом деле, иудейская традиция, в принципе, склонна пользоваться такими очень какими-то земными, осязаемыми примерами и аналогиями и вообще очень часто, на самом деле, переносит на творца и создателя какие-то, ну, такие, что называется, антропоморфные черты. И вот оно уподобляет создателя этого мира такому строителю, который вот строил его как некое такое здание, и это здание потребовало краеугольного камня. Краеугольный камень, да, это вот та часть основания, либо, наоборот, свода, купола, которое является, ну, что ли, вот несущим для всей этой конструкции. Если убрать этот замковый камень или замковый из свода, то обрушится весь свод, поскольку именно в этой точке сходятся все, так сказать, силы, благодаря которым он удерживается, если вынуть этот краеугольный камень из основания, то обрушится и все здание. Вот такому краеугольному камню ветхозаветная иудейская, на самом деле, скорее даже уже толмудическая традиция уподобляет и эту священную гору. Вместе с тем возникает и другая ассоциация отождествления. Мы с вами знаем, что еще такие чрезвычайно древние времена святой патриарх и прародитель всего еврейского народа праведный Авраам. Он вместе со своими 318 слугами совершил такое очень смелое деяние, напал на царя Кедарла Амера и его коалицию из пяти таких воинственных городов, которые разорили окрестности Мертвого моря, разорили тамошние города, в том числе Содом и Гоморру, в которых, в одном из которых обитал племянник праведного Авраама, праведный Лот. И, не желая оставить своего братанича, как он называется в славянском тексте Ветхого Завета, святой патриарх Авраам Авраам бросается на выручку своего племянника по отцу, что и означает вот именно это выражение братанич, своего племянника, происходящего от родного брата праведного Авраама. Он пускается на его выручку, освобождает его, разбивает вот этих царей, неожидающих такого смелого нападения, и на обратном пути, как мы знаем, его встречает Нюхиседек, царь Салимский. Такая таинственная, загадочная фигура, вообще в Священном Писании, о которой очень много было всего сказано, и очень много возникало каких-то дискуссий и споров, кто же он такой. Но известно, по крайней мере, одно, что он был священником Бога Вышнего и правил городом Салимом. Практически все толкователи сходятся однозначно на том, что Салим — это и есть будущее Иерусалим. Салим — это мир в переводе, Иерусалим — это место мира. И вот праведный Милхиседек, он правит вот таким мирным городом, такой вот мирный царь. Царь не воитель, но царь-священник, священнослужитель. В нем как бы восстают такие образы первых праведников человечества — Адама, Авеля, Сифа, таких не воинственных, но обращающих свое сердце, свой ум к Богу, правителей и родоначальников человеческих племен. То есть, по всей вероятности, уже тогда, в те времена, когда Авраам был еще сравнительно молод, уже существовало вот это святилище на месте будущего Иерусалима и, как считается, как раз-таки на той самой горе Мариа, на которой впоследствии был построен храм. Здесь же, на этом же святилище, на вершине этой же горы Мариа, как считают многие толкователи ветхозаветной традиции, праведный Авраам и также совершал свое символическое жертвоприношение, приносил в жертву Богу своего сына Исаака. Этим он доказывал свою верность Богу, доказывал то, что его вера никоим образом не является меньшей, чем вера окружавших его языческих народов. Ведь и в обычае язычников было совершенно распространенным делом приносить в жертву своим богам не кого-нибудь, а своих первенцев. И если уж язычники покушались на такое деяние, то и Авраам должен был показать, что вера его не меньше, чем вера окружающих язычников, что он готов совершить это приношение, и что он доверяет Богу настолько безусловно, что и вот эту, представляющуюся современному читателю священного писания, совершенно бесчеловечный, несоответствующий характеру божества заповедь, он исполнит, он совершит и выполнит. Но мы знаем, что Господь в своей милости несоизмеримо превосходил тех жестоких божеств, окружающих Авраама, языческих народов, которые требовали этих жестоких жертв, которые требовали принесения им в жертву первенцев. И он не принимает этой жертвы, он принимает ее как намерение, но, безусловно, не отнимает у святого Авраама того дара, который он сам же ему таким чудесным совершенно образом не спасал и подал. Мы знаем, что вместо своего сына Исаака Авраам приносит жертву овна, запутавшегося своими рогами в саде совек, то есть в кустарнике таком колючем, который покрывал собой вершину горы, и на которого ему указывает ангел, остановивший вот это жертвоприношение. Но, тем не менее, вот эта жертва Авраама, жертва Исаака, она была принята. Их абсолютное доверие Богу сделало их достойными всех тех великих обетований, которые Господь был готов излить на них и на их потомков. И вот поэтому в восприятии Ветхозаветной Церкви это место было, так сказать, трижды, четырежды священным. Это место гора Мариа, на вершине которой впоследствии было устроено святилище в честь единого Бога истинного, где и произошло введение во храм Пресвятой Владычице и явление самого Господа нашего Иисуса Христа, где совершилась его проповедь спасительная. Вот это место уже было освящено предшествовавшими вот такими вот чрезвычайно важными для истории всего человеческого рода событиями. Но не менее важные события, предзнаменования совершались и в другое время, и совсем в других местах. Еще в те века, когда святой Моисей водил свой народ в течение сорока лет по пустыне, шествуя с Синайского полуострова в землю Абитаванную, вот в этом таком вынужденном странстве его народа, у него уже был свой походный переносной храм и была своя святыня. Храм этот был сооружен по непосредственному повелению Божию. Господь через Моисея сообщил буквально все такие мельчайшие, тончайшие детали того, каким образом должна была быть быть устроена вот эта священная скиния. Скиния, которая уже сама в себе несла прообраз будущего храма. И на самом деле всех будущих храмов, в том числе и наших с вами православных христианских, которые вот по наследию духовному полученному от этого походного храма древних издалитян также имеют троечастные деления. Там есть святое святых, самая такая священная часть, в которую доступ позволяется только священникам, которые совершают там таинство и богослужения. Также, собственно, сама храмовая часть, которая являлась таким святым людским, где стоял жертвенник, где приносились жертвы этими же первосвященниками. Ну и также двор, собрание, в котором, как правило, стояли все прочие молящиеся и которые уже вот в современных храмах прообразуются притвором. Ну притвор зачастую у нас это сейчас такая самая небольшая часть храмов, но на самом деле древние храмы и ветхозаветный храм, конечно, в нем вот эта вот людская часть, в которой вот этот вот двор, собрание, в котором собирались, как правило, все в основном молящиеся, это была такая самая значительная по размеру и по площади часть этого храма. Естественно, поскольку его нужно было постоянно переносить с места на место вслед за странствующим, кочующим народом 12 колен Израилевых, то эта скиния была сооружена разборной, так что ее можно было разбирать и собирать, и, соответственно, из таких довольно легких и прочных материалов. Она была изготовлена деревянные части, это всевозможные шесты, на которых она крепилась и носилась, были изготовлены из дерева сетим, это такая разновидность акации, дерево акации, с такой очень прочной и в то же время довольно легкой древесиной, поэтому, ну и тем более, так сказать, это то дерево, которое как раз-таки и можно было встретить в пустыне, благодаря его такой живучести, способности произрастать в самых таких сухих и безводных районах, в которых, в общем, и прошли в значительной степени эти 40 лет странствования народа Божия по пустыне. Из этого же дерева сетим была сделана и главная святыня Ветхозаветного храма. Это ковчег Завета. Ковчег Завета представлял из себя такой большой прямоугольный ящик, выполненный из дерева сетим и обложенный дорогими золотыми украшениями, для которых были использованы те предметы из золота, которые евреи выпросили у египтян перед тем, как уйти и совершить поклонение истинному Богу на вершине горе Синай. Вот все это золото, которое они вынесли, из которого они в какой-то момент вылили золотого тельца, оно было в очередной раз расплавлено и пошло на священное украшение скини и храмы, ну и в первую очередь, конечно, ковчег Завета. Там были сделаны священные херувимы, осеняющие эту святыню своими крылами. И, кстати говоря, вот здесь уже в этом месте, в книге Исхода и содержится обличение всевозможных протестантов, которые трактуют совершенно криво заповедь из числа Диколога, из числа десяти заповедя данных Моисею о том, что не сотвори себе кумира. Ну и чтобы нам с вами точно воспроизвести слова этой заповеди в 20 главе книги Исход, мы ее с вами прочитаем на русском языке. «Изрек Бог все слова сей, говоря, «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будут у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог, твой Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящим милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Вот это буквальный такой текст тех первой и второй заповеди данных в книге Исхода. И в то же время, буквально спустя несколько перелистнутых страниц этой книги, мы встречаем с вами совершенно, казалось бы, противоречащее этим словам повеления, где говорится о том, что Моисей должен выполнить и сделать вот этот самый ковчег завета из дерева сети, который нужно будет украсить золотом, сделай также крышку из чистого золота и сделай из золота двух херувимов, чеканной работой сделай их на обоих концах крышки, сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края, выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях их. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Итак, буквально в 25-й главе книги «Исход», то есть буквально спустя несколько всего лишь страниц вот этого повествования мы встречаем то, что, казалось бы, противоречит божественным западям в их таком узком, каком-то, может быть, протестантском или иконоборческом толковании. Как мы видим, это противоречие может быть снято только тем, если мы примем, что не любые изображения запрещаются делать верующим людям, поскольку мы знаем, что, например, и в еврейской традиции, и отчасти в исламской вообще любые такие священные изображения строжайшим образом запрещены благодаря такому буквальному прочтению только лишь диколога, только лишь первых двух заповедей закона Моисея. Но на самом деле, если читать немножко дальше, то мы видим вполне такую вот не то, что возможности, допустимость, а даже вообще прямое распоряжение Божие о том, чтобы создатели вот этого священного храма сделали и ту святыню, которая являлась его наиболее такой драгоценной частью, ковчег завета. Более того, он должен был быть украшен священными изображениями херувимов. Очевидно, что Господь запрещает изображения языческих богов, а не любые изображения, и в том числе не изображения священные. Те изображения, которые позволяют представить перед нашим взором священных существ или людей, либо ангелов, либо правильных людей, которым тем более мы не совершаем какого-то равного с Богом поклонения, но просто, так сказать, почитаем, вспоминаем их как своих небесных друзей, собратьев, тех, кто прежде нас вошел в Царствие Небесное, ну, либо и предстоял там, благодаря тому, что был создан Богом своим бесплотным служителем. Подобного рода священные изображения не только не запрещены, но, как мы видим, наоборот, благословляются Богом, и книга Исхода это нам в полной мере подтверждает. Херувим осеняли своими крылами Ковчег Завета, в котором лежали 10 заповедей, высеченных на двух скрижалях. Также в более поздние времена там находился и процветший жезв Аарона, то есть тот жезв, благодаря которому Аарон получил подтверждение своего преимущественного права на совершение священнослужения, исключительного права, передаваемое по наследству его роду. Ну, и также стамна с манной, то есть небольшой сосуд, который хранил в себе ту священную манну, небесный хлеб, которым питался во время своего странствования народ Израиля. Все это было как раз-таки прообразом будущей Великой Святыни, которая была введена во храм как раз-таки вот в тех, в ходе тех событий, которые мы сейчас с вами празднуем и торжествуем, введение во храм Пресвятой Владычице Богородице. Именно Матерь Божия и была тою, лишь прообразом, который являлась величайшей святынью всего израильского народа, Ковчег Завета. Вот это центральная, главная святыня всего Ветхозаветного служения, Ветхозаветного храма, она лишь предвосхищала собою то, что должно было завершить Ветхозаветную историю и начать Новозаветную явление во храме Пресвятой Владычице Девы Марии. И так должно было произойти вот соединение двух, что ли, частей воедино. Должно было действительно совместиться с одной стороны вот то место со своей продолжительной священной историей гора Мария и вот та походная скиния святыня Ветхозаветного израильского народа, которую 40 лет они носили с собой и которая потом также являлась в течение долгого времени средоточимой духовной жизни, должны были вот эти священные образы, вот эти священные предметы соединиться воедино. Святыня Храмовой горы должна была увенчаться храмом, должна была увенчаться тем прообразом, чего была скиния, и в ней должна была явиться та прообразом, который явился и являлся ковчег завета промыслом Божиим. Вот все это должно было собраться воедино, а о том, как это произошло и что за этим последовало, мы с вами уже расскажем в наших следующих передачах из цикла, посвященного храму горе и святыням, начало которому мы полагаем в эти дни празднования ведения во храм Пресвятой Владычице нашей Богородицы, с которой мы поздравляем наших зрителей и слушателей с праздником. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...